Здравствуйте! В эфире программа Химки Спорт. Я ее ведущая Екатерина Юшина. Как всегда, мы информируем вас о самых значимых и ярких спортивных событиях, в которых участвуют наши спортсмены. Не забываем и про самых активных жителей нашего города. Если вы любите спорт и уделяете этому достаточно времени, то, возможно, и о ваших достижениях мы снимем сюжет и покажем в выпусках. Баскетбольный клуб Химки провел встречу Единой лиги ВТБ против Красноярского Енисея. Игра прошла на домашней площадке в Химках. Этот матч определенным образом стал примечательным тем, что в составе основной команды заявили воспитанника Химкинской баскетбольной академии Илью Карпенкова. Иван Галанов продолжит. Главный тренер Римас Куртинайтис привлек молодого игрока в связи с отсутствием травмированного центрового Руслана Потеева. А в составе Енисея на паркет вышел Артем Исаков, который в прошлом сезоне выступал за наш фарм-клуб Химки Подмосковья. Впрочем, в первые минуты матча внимание болельщиков приковали красиво разыгранные комбинации химчан. Дважды Алексей Швет отдал точные передачи Джеймсу Агастину. Однако Енисей ответил двумя дальними попаданиями. Спустя минуту, медленно, но верно, химки начали выходить вперед и к середине второго игрового отрезка повели уже плюс 17. Однако за результат Краснодарского клуба продолжал бороться Денис Захаров, набравший к этому моменту уже 15 очков из 53 командных. Но точно пробитые штрафные в исполнении Петери Копанина установили счет 65-53 перед большим перерывом. Супер, супер. Мы всегда болеем за химки. Химки всегда вперед, да, Аллышка, скажи? Химки вперед! Вам играет в свое удовольствие нормально. Во время большого перерыва состоялось поздравление группы поддержки БК «Химки», которая в этот день отметила 20 лет со дня образования. В церемонии приняли участие даже те, кто стоял у истоков образования коллектива «Химки Денсерс». После торжественной паузы химчане продолжали уходить в отрыв. Усилиями Райса и Ханиката на табло зажглось плюс 20, но буквально за несколько секунд Енисей отыграл 4 очка. А следом очередные 3 очка забил Дэвид Кеннеди. И снова Ханикат и Райс увели химчан в отрыв уже на 15 очков. А Егор Вяльцев принес сотое очко команде. Итог победы химчан 108-92. Мы смогли 40 минут играть в полную площадку. И сегодня уже как бы не мучились на площадке. Получилась какая-то игра. Много забили, но немало и пропустили. Но тем не менее нам сейчас перед «Цервеной звездой» это такая игра была очень полезная. Ну и рад, что мы победили. Ближайший матч команду Курдинайтиса проведет 7 декабря в баскетбольном центре «Химки» против «Локомотива Кубани». А для тех, кто хочет посмотреть самые яркие моменты этого матча, предлагаем ролик, подготовленный «Химки Баскет ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два гостевых и два домашних Во второй встрече наша молодежная команда Также показала высочайший класс Весь матч подопечные Олега Резова Лидировали с заметным отрывом Что в итоге отразилось на табло Победа со счетом 61-98 Зуев, Попов и Лобарев Снова оказались среди лучших На троих они набрали 42 балла Павел Сизов принес команде 13 очков Данил Абрамовский 10 Таким образом Химки-2 вернулись домой С победным дублем К слову, успешная игра молодежной команды Не осталось без внимания представителей Федеральных СМИ Новый спортивный телеканал Матч-ТВ Побывал в гостях у нашей молодежки Корреспонденты сняли сюжет о штрафных бросках О правилах и технике рассказал Главный тренер Химок-2 Олег Резвой А образцовое исполнение бросков Продемонстрировал наш главный снайпер Александр Зуев Материал выйдет в эфир 5 декабря В программе «Безумный спорт» В Новогорске прошел традиционный Открытый турнир по хоккею Среди любительских команд На кубок администрации городского округа Химки В нем приняли участие Два химкинских коллектива И две ледовых дружины из столицы Принципиальное соперничество Москвы и Подмосковья Получилось зрелищным За хоккейными баталиями Наблюдал Алексей Житких В турнире приняли участие Четыре команды по олимпийской системе Сначала на лед вышли Хоккеисты ГИБДД Химок и клуб с грозным названием Блейдс, что значит лезвие Но атаки москвичей были не очень-то острыми Синюю линию пересекать стеснялись Как будто это сплошная А вот химчане напротив Действовали на приличных скоростях И всю игру вели в счете Но все-таки пару раз Лезвие распороли оборону соперника Итоговый счет 5-2 В пользу ГИБДД Что неудивительно Кое-кто из этой команды Клюшкой владеет не хуже Жезла Вратарь поиграл в казанском Акбарсе Один из нападающих выходил на лед в одном звене С самим Александром Овечкиным Ребята играют вместе давно И здорово сыгрались И вообще на самом деле команда у нас не молодая В хоккей мы играем уже с 2003 года Именно вот этим коллективом Этим составом Мало кто у нас ушел Старались, сделали что могли Соперник чуть побыстрее был Где-то поострее действовал Шайбы больше владел В нашей зоне Ну и закономерно в принципе Наверное выиграл Немножко не хватило там где-то Скажем так Глубины состава В другом полуфинале Химчане из команды Академия С таким же счетом 5-2 Обыграли команду УВД САО Таким образом Финал получился чисто химкинским Как и прогнозировали специалисты Я конечно рассчитываю На химкинскую команду А кто из них будет Академия Либо ГИБДД Лед покажет Лед в итоге показал следующее Хоккеисты из ГИБДД На голову сильнее всех В финале они разнесли Академию 4-1 Нормальный вид спорта хоккей Мужской Подрались Нормально все Бронзовые медали турнира Взяли хоккеисты команды УВД САО Они обыграли лезвий Со счетом 4-2 25 лет исполнилось Химкинскому Дому юного техника Интеграл имени Академика Грушина Четверть века Школьники занимаются здесь Техническим творчеством Для многих ребят Их увлечение оказало влияние На будущий выбор профессии С круглой датой Воспитанников и преподавателей Дома юного техника Поздравил глава города Александр Дринов Хочется пожелать Что? Так держать Не опускать планку достигнутую Ну а со стороны администрации Конечно будем помогать Мы понимаем Что надо развиваться клубу Надо держаться Сегодняшним современному Развитию техники Надо его отслеживать Воспитанники Дома юного техника Имеют много возможностей Для саморазвития Основное же направление Остается неизменным Большинство воспитанников Занимается авиамоделизмом Самый главный центральный Как хотел Пермич Грушин Он хотел, чтобы ребята Занимались техническим творчеством И мы занимаемся Авиамоделизмом Так как сам Петр Мич Грушин Он занимался Прежде чем стать Большим конструктором Авиамоделизмом Он сам строгал Из полен И топора При помощи топора И рубанка Делал модель Обтягивал Значит Какой-то бумагой Какой-то парусин И запускал эти модели Ему это понравилось Это увлечение С детства Переросло В общем-то В жизненный путь Воспитанники интеграла Регулярно участвуют В соревнованиях В том числе международных Сейчас в Доме юного техника Занимается около 500 детей А о том Какие события Из мира спорта Пройдут в ближайшие дни Вы узнаете Из нашей постоянной рубрики Афиша 3 декабря На поле Оскородины Пройдет матч Первенства России По футболу Среди молодежных команд Встречаются дублирующие составы Динамо и Анжи Начало в 15 часов 4 декабря На стадионе Арена Химки Пройдет матч Российской футбольной Премьер-лиги Встречаются основные составы Динамо и Анжи Начало в 19.00 В этот же день На Искородина Пройдет Химкинская футбольная лига Первые и высшие дивизионы Старт первого поединка В 20.00 5 декабря В спорткомплексе Юность Состоится открытый турнир По настольному теннису Участвуют Жители городского округа Химки Начало в 18.30 В этот же день В Олимпийском Учебно-спортивном центре Планерное Пройдет первенство Детско-юношеских Спортивных школ Пони-спорт Старт в 10.00 И 6 декабря Там же состоится Первенство Московской области По баскетболу Среди юношей Химки принимают Гостей из Матищ И Люберец Участвуют спортсмены 2000-2003 Годов рождения Начало в 11.00 Это был обзор Самых интересных И ярких Спортивных событий Смотрите программу Химки-спорт На нашем канале А также на сайте Химки-сми.ру Я Екатерина Юшина С вами прощаюсь Мы встретимся Ровно через неделю Ведь нам всегда есть Что рассказать Редактор субтитров А.Семкин